Единые государственные экзамены позади. Теперь выпускники с волнением ожидают их результатов. На сегодняшний день уже известны итоги ЕГЭ по русскому языку, географии, истории, математике и информатике. По русскому языку три славянских школьника набрали по 100 баллов. Это учащиеся 1-го лицея и 17-й школы. Наивысшее количество баллов по истории набрало учащиеся 18-й школы. Результаты по иностранному языку, обществознанию, биологии, физике и литературе станут известны ближе к 12 июля. Наша съемочная группа пообщалась со школьниками, написавшими ЕГЭ на 100 баллов. Они раскрыли нам секреты успешной сдачи экзамена. Подробности смотрите в следующем материале выпуска. Во главе успеха любого дела, в том числе и написания единого государственного экзамена, конечно же, лежит труд. Без длительной и тщательной подготовки сдать экзамен не удастся, уверена учащаяся 18-й школы Екатерина Царева. 100 баллов по истории ей дались нелегко. Экзамен был труден для меня. Я готовилась очень долго. С 10-го класса начала готовиться. Читала всевозможную историческую литературу, всевозможные варианты дел, провешивала. Конечно, это не далось с самого начала мне, такой результат. Сначала у меня ничего не получалось, можно так сказать. Набирала маленькие сначала баллы. Но кропотливым трудом, постоянным усердием и целеустремлённостью я добилась того, что у меня 100 баллов. Поэтому я этому очень рада, этому результату. Я считаю, что я не зря трудилась. Успех ученика – это и победа учителя. Готовиться к экзамену Кате помогала её педагог Светлана Скрипникова, без поддержки и помощи которой она не смогла бы добиться такого результата, уверена девушка. Я довольна результатами своей ученицы. 100 баллов – это та финишная прямая, которой мы готовились два года. Катюша ещё зарекомендовала себя с первого класса. Была отличная, прилежная ученица на протяжении всех 11 лет. Поэтому результат дала себе знать. Я хотела бы сказать огромное спасибо моей учительнице истории Скрипниковой Светлане Николаевне. Именно её интересные уроки, в которые она вкладывала не только свой профессионализм и глубокие знания, но ещё и частичку своей души, сделали историю и общество знаний интересными для меня предметами. И послужили толчком к тому, чтобы я их изучала ещё углубленнее, ещё больше. Кроме истории, Катя сдавала также общество знания. Эти предметы ей нужны для поступления в ВУЗ. В какой их девушка решила не делиться, зато рассказала, что хочет, как и мама, стать юристом. А вот учащаяся школы номер 17 Татьяна Карабань хочет связать свою жизнь с таможенным делом. Благодаря тому, что девушка по русскому языку набрала 100 баллов, у неё есть все шансы поступить в выбранный ею ВУЗ. Задания были не такие уж и сложные, лично для меня было немного в сочинении. Поступать я собираюсь в Московский гуманитарно-экономический институт на таможенное дело. Педагог Татьяна Евгения Завада очень рада за свою ученицу. Хорошая подготовка к экзамену и трудолюбие сделали своё дело, хотя без элемента удачи, как и в любом деле, не обошлось. Все дети мои написали очень хорошо, я ими горжусь. То есть то, что в течение двух лет я в них вкладывала, всё было не зря, потому что были и слёзы, были и разочарования, хотелось даже всё когда-то бросить и уйти, но мы видим, что сейчас всё, что было сделано, было не зря. Но вообще я хочу сказать, что 100 баллов – это как бы, ну, такая счастливый билет, такой вот счастливый билет, который выпадает не каждому, потому что у меня много детей, которые могли сдать на 100 баллов, но вот удача досталась Тане. Пожелаем девушкам и всем выпускникам 2018 года поступить в те вузы, в которые они хотят, и пусть им всегда выпадает счастливый билет. Анна Монастыренко, Александр Косицын, программа «События».